Привет, как дела? Сегодня рассказ о моей третьей семье, в которой я жила в Лондоне, когда обучалась на диджитал-фильм и видеокурсе в университете. Эту работу я искала очень долго, после того, как я съехала от семьи, где жила с собаками и приглядывала за девочкой. И так как контракт закончился, я съехала к брату. 4 месяца я не могла найти новую работу с проживанием в качестве няни или хаус-кипера. Искала очень долго, но так как я жила с братом в одной комнате, он уже выгонял меня, говорит, иди ищи любую работу в пабеле, в баре или в ресторане в каком-то. Кстати, на эти работы меня никто не брал. У меня было 20 часов официального разрешения на работу и на подтайм, то есть на частичную работу, никто не хотел меня брать. Им выгоднее было взять фуллтайм работника, чем двоих на подтайм по полдня. Поэтому такую работу я, конечно, искала, но, как сказал один из моих подписчиков, что не с еврейскими ли ты корнями. Брат эту фишку не раскусил, а вот этот подписчик, по-моему, понял, почему я искала именно работу в качестве АУП. Еще раз повторюсь, АУП это нянька или хаус-кипер с проживанием в английской семье. Конечно, да, именно из-за того, что жилье в Лондоне стоит очень дорого, я искала работу, которая дала бы мне бесплатное жилье плюс какой-то небольшой доход. Конечно, это не те деньги, которые люди зарабатывают на обычных работах в качестве менеджеров или даже если работают фуллтайм в ресторане или в кафе или еще где-то плюс имеют чаевые. Конечно, у них получается больше, но мне хватало, это было где-то 600 фунтов в месяц, мне хватало на то, чтобы накопить эти деньги для продления моего следующего курса, следующего года в университете, а он на минуточку стоил дорого, 9 тысяч фунтов я платила за год. Поэтому где-то как-то подскребала на репортажах, еще какие-то подработки брала, были у меня моменты, где я подрабатывала, об этом я буду рассказывать тоже. Плюс у меня еще была одна русская семья, к которым я ходила по воскресеньям, а ей я тоже немножечко расскажу в будущем. Ну а эту семью я нашла, вот буквально прожив у брата 4 месяца и вышла на эту работу 19 января уже 2015 года. Почему я запомнила эту дату? Потому что именно в этот день случился пожар в том доме, где я жила с собаками. Это просто было неописуемо, конечно, но про пожар я обещала, буду рассказывать тоже очень скоро. В чем заключалась моя работа в этой семье? Во-первых, семья была неполная, у них умерла мама от рака года 2 назад, до того, как я пришла к ним. Там в семье был мальчик 10 лет и девочка 12 лет. И вот в течение двух лет у них постоянно менялись няни, потому что что-то их не устраивало, и они просто сбегали даже из этой семьи. И я, конечно, побаивалась, думаю, почему люди сбегают из этой семьи. Думаю, потому что у них были европейские няньки, а они не привыкли так работать порежимно. Там очень такой сложный режим в семьях, когда работаешь, надо подстраиваться под их режим. И вот в этот момент, как раз там 2-3 недели, пока ты подстраиваешься, видишь, когда они одеваются, когда они завтракают, обедают, куда идут. В общем, вот под этот весь их режим ты подстраиваешь свою собственную жизнь. А у меня на тот момент был университет, у меня были какие-то репортажи, я уже снимала встречи с друзьями по выходным. В основном я делала, я могла этим заниматься. Ну и как бы все остальные мои интересы и хобби приходилось подстраивать под их режим. Допустим, папа по субботам ходил на йогу в 5 часов вечера, и он просил, чтобы я в 5 часов вечера всегда в субботу была дома. В субботу в 5 часов вечера все друзья поголовно говорили, да ладно, забей, не ходи ты, ну пропустит он свою йогу и всё. Нет, я так не могла. Если меня взяли на работу с этим условием, я должна была выполнять это условие. Какие были условия? Значит, мальчик и девочка учились в одной школе достаточно далеко от дома, и я должна была их возить до этой школы каждый день утром. В 7 часов утра мы выходили из дома, к 8 они должны были быть в школе. То есть целый час мы добирались до школы. Они жили на Эрскорте, а мы ехали в Барнс. Для тех, кто знает, это вот после того, как пересечешь Хаммерсмит-бридж, мост Хаммерсмита, вот этот начинается район Барнс, и там ещё надо было дойти до этой школы. Каждый день на метро мы ехали в две остановки до Хаммерсмита, потом садились на школьный автобус и ехали до школы, если успевали на школьный автобус. Если не успевали, садились на обычный автобус и там ещё топали минут 10-15 от автобуса. И вместе с ними я ехала на школьном автобусе, потому что я должна была их сопровождать, потому что им не было 14 лет. То есть дома сидеть с ними, потому что нет 14 лет, и вместе с ними ехать до школы. Я, конечно, понимаю, что ему было неудобно, некомфортно, как бы детей сажали, другие родители, и, ну, как бы доводили до школьного автобуса и сажали. А у папы были такие условия для меня, что я должна была довозить их до школы. Потом днём приходить что-то делать по дому, ну, как бы он мне сказал, лёгкий клининг, то есть немножечко так прибраться и там раз в неделю пропылесосить, раз в неделю пыль вытереть, следить за тем, что посуда постоянно была убрана в посудомойку, всё загружать, включать её на ночь. Очень часто я стирала, дети поносят буквально один день футболку и уже кидают в стирку. Конечно, от этого, от постоянного количества стирки их одежда становилась заношенной, вся такая потёртая. Это был для меня стресс, потому что стирка у меня была буквально каждый день по одному-два раза. Сама стирка ничего страшного, загрузил машинку, включил и ушёл, но потом всю, каждую тряпочку, каждый носочек это вот вывешивай и жди, когда оно высохнет. Мне приходилось в ванне ставить сушилку к радиатору, потому что завтра уже будет новая стирка, а тебе ещё всё это надо сложить, упаковать носочек к носочку и в их шкафы разложить. Вроде бы стирка, что там, загрузила машинка, стирает сама, а вот всё остальное развесила и собрал, сложил. Развешивание вещей от одной стирки у меня занимало 15 минут. У меня всё конкретно было прописано буквально по минутам, весь мой график, поэтому я знаю, сколько мне надо отвести времени на то, чтобы стирку вытащить из машинки и развесить на сушилку. Глажкой я, слава богу, не занималась. У них всё так устроено вообще в Англии, видимо, влажный воздух позволяет не гладить никакие вещи, ну, кроме тех, которые на выход. Рубашки для папы я стирала, у него было 5 рубашек, 6 в запасе, 5 рубашек, которые он каждый день менял, выходя на работу в банк. Он работал в банке. Два раза в неделю я убирала ванные комнаты, мы с девочкой жили на одном этаже, на цокольном. Она в своей комнате, я в своей комнате и делили ванну на двоих. А папа с мальчиком жили наверху, а посередине у них был лонч, то есть зал, где они, в принципе, постоянно тусовались по вечерам. Когда папа приходил с работы, на этом моя как бы работа заканчивалась. То есть приглядывание за детьми, ну, я их привозила со школы. Кстати, да, в школу я же ездила ещё раз потом вечером, забирала их прямо со школы. То есть заходила в школу и ждала, когда они закончат. Придут, все сумки соберут, и мы садились в автобус и ехали. Обратно, потом я их кормила, и они уже сидели дома у себя в зале, там занимались своими уроками. А я просто должна была быть рядом на случай чего. И сидела внизу у себя, занималась своими студенческими какими-то работами или репортерством. Там фотографии загружала или видео как-то оформляла. Могу сказать, кстати, дети были очень воспитанные. Мне с ними всегда было приятно общаться. В основном они были очень заняты, перенагружены разной работой. В основном это были физические занятия. У девочки были хоккей на траве, плавание, театр и ещё какие-то другие занятия. Где-то она ещё принимала участие. Мальчик ходил на футбол, на регби, занимался теннисом. В общем, детей я практически по выходным вообще не видела никогда. Папа только успевал их развозить в эти разные клубы. И девочка, конечно, ей не хватало мамы, она тянулась ко мне. Я видела это, постоянно приходила ко мне в комнату. Единственное, что меня напрягало и немножечко так, ну не то что смущало, не нравилось мне. Потому что она всегда брала мой телефон и играла в нём или смотрела мои фотографии. Ну как бы у меня там ничего такого компроматного не было, но всё равно как-то не очень. Ну, своё это своё. И точно так же она иногда залазила ко мне в шкаф и смотрела мою одежду или мерила мою обувь. Ну, было прикольно, конечно. Что-то я ей позволяла уже померить, и она там мне такую примерку устраивала. Помимо этого, когда папы не было дома, мне надо было гулять с собаками. Это было одно из моих условий, что я буду гулять с собаками по утрам после того, как детей отвезу в школу. Ну, как бы это никого не напрягало. А вот по выходным, когда ему надо было с утра на йогу, там, допустим, по-моему, по воскресеньям он иногда ходил с утра, если в субботу пропустит. Мне приходилось детей брать с собой с собаками, потому что собаки ждать не будут, пока папа там на йогу сходит, они уже хотят писать. И вот мы вместе с детьми периодически ходили гулять с собаками в парк. Им, в принципе, это нравилось, общаться с животными. У них, кстати, были свои кролики, но за кроликами я не ухаживала. И, как бы, я к ним не так, ну, я к ним спокойно отношусь, не так, как к собакам. Собака – это друг человека, а кролики, они, как бы, ну, ни о чём. Для меня это обычные животные. Но, конечно, это животные, и если я видела там, что они не покормлены или что-то надо за ними последить, когда семья уезжала там на горнолыжный курорт, допустим, конечно, я ими занималась и кормила, и убирала за ними. Но это было очень редко, семья сама любила заниматься своими животными. И вот так вот, когда мы ходили в парк гулять с собаками, я брала свой фотоаппарат, и девочка очень сильно увлекалась тоже фотографией, и я ей показывала, какие надо включить функции, чтобы что-то получилось, там, допустим, макросъёмка. То есть она увлекалась искусством, и, по-моему, фотографией очень сильно увлеклась тоже. Потом делала какие-то свои проекты для школы, с моим фотоаппаратом носилась. С семьёй у нас до сих пор хорошие отношения. Периодически я хожу к ним пить чай, когда бываю в Лондоне. И до сих пор папа удивляется, что я поздравляю их каждого с днём рождения и с Рождеством. Они для меня стали реально моей семьёй. Я у них прожила два с половиной года. Они меня приняли как свою. Ну, я была там как за старшую сеструху, что ли. Мальчик и девочка меня приняли, в принципе, любили и достойно, и уважительно относились. И даже я иногда что-то новенькое в английском языке узнавала, и произношение меня корректировали. И они тоже учили русский язык периодически. Горячий шоколад, говорила моя девочка. Так вот мы с этой семьёй очень дружно общались. Дети любили фотографироваться, сниматься на видео, и меня снимали иногда, наведут камеру на тебя. И ты такой, ааа, не трогайте меня. И вот из всего того, что у меня накопилось за два с половиной года, я сделала такой клип и отправила им. Я думаю, что ни одна няня такого в жизни подарка не сделает родителям. Ну и потом дети, когда вырастут, посмотрят хоть на себя, как они выглядели. Если бы в моём детстве кто-то сделал такой подарок мне, и я бы сейчас посмотрела, какой я была, когда я была маленькой, или там 13-летней, я бы была в восторге. Так что вот, няня не няня, а такой вот подарок под конец моей работы они получили. Субтитры сделал DimaTorzok Диана Торзок 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 а весёлая была у нас как бы семья. То есть я их воспринимаю как свою личную семью, которая хост-фэмили, это называется, которая приютила меня на момент моей учёбы. Так что вот, такие вот у меня были семьи, в которых я жила и с которыми я до сих пор дружу и общаюсь. Пока на этом всё. Не прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok